На сегодня предельно простая, как можно быстрее, можно сказать, на скорость нарисовать скетч горы. То есть минимум информации дать на этот скетч, чтобы уложиться в это максимум 15-20 минут. Сейчас присела на 5 минут, видно, как чуть-чуть присела. И также я быстро, сейчас попытаюсь пару смахать кисточки и нарисовать, скачу. Это не как-то просто, просто легкий, быстрый скач, потому что я вижу, чтобы присесть, нарисовать и побежать дальше. Значит, небо там вышине, серое, серо-синее. Это на фотографии оно получается ярко-синиме, а глаз видит спокойный, приятный серый цвет. Поэтому я к синиму добавляю черный, тем самым заглушая яркость. Здесь все осталось темнее, и можно ли, чтобы тут, чтобы тут, чтобы тут, чтобы тут облачка пойдут. Да, даже можно ли, чуть-чуть, чуть-чуть даже розоватые темы, да, пропустить. Потому что утро вроде недавно было. Не помешает. Так, и немножко наклоню, чтобы, опс, поднести с песком. Протекает, конечно. В этом, наверное, неудобно, чтобы попадают и песок, и травинки прилипают. Так, следующее. Можно начать накидывать коп. Начинаем где-то с гидрого, оставляя снежок. Здесь, в принципе, от светлого к темному. Легко касаясь кисточкой, я оставляю белые пробелы, которые могут быть снегом. Точно не так, как вот случайно получилось, так можно и оставить. Там все равно перейдет в серую дорожку, перекроется зеленым, зеленой массой. Здесь нам этот охристый цвет, коричневатый, сероватый. Не помешает, потому что я могу перекрывать с него. Чуть-чуть можно ввести холодный цвет. И еще добавляю алозерный клейзер, который сделает этот серый еще холоднее. Прилипают веточки, прилипает смола где-то, но это уже потом разберемся. Да, вот тут вот мы залезли в елку буквально уже, и наша одежда потом будет. Моя, что ли? И твоя, и моя. Будем как смолиной бочок, сказки. Зато елочками будем пахнуть. Люблю большие кисточки, можно провести тоненькую-маленькую линию, легкий штришок, а потом взять и таким широким мазочком все соединить в елку. Таня, а вот этот сиреневый, какие цвета ты использовала, чтобы получить этот цвет? Я просто добавила маленькую щепотку аллезерн-кримзен, слегка задела, и сразу ультрамарин стал сиреневым. Смешивая с коричневым, получается вот именно тот цвет, который я вот вижу сейчас. Он как бы холодный. Дает очень приятный сиреневый оттенок. Так, дальше может немножко подсохнуть гора. А пока нужно поработать зеленым. Зеленого у меня тут нет, даже близко. Но есть охра, есть разные синие. Сейчас будем мешать зеленый. Производные. Вот Indian Yellow, если мы смешаем. И смешаем какой-нибудь яркий синий. У нас будет такая сочная. Сочная зелень. Если не очень сочная, можем Lemon Yellow добавить. И вот сейчас вот легко вот так вот пройдусь касанием. Очень легким касанием. Может быть, Dry Brush Stroke. Который сохранит мне варианты белых цветочков. Вот из этого сейчас можно рисовать цветочки. Очень-очень обобщенно, очень схематично. Теперь я могу взять маленькую кисточку. И заниматься такой детальной работой, находя цветочки. Теперь обхожу вокруг цветочков, придавая какие-то темные формы. Может быть, это тень. Но на самом деле я ищу контуры вокруг белых головок цветов. Что-то будет стебельками, что-то травинками. Это уже как растечется. Как получится. Чтобы было понятно, что это цветочки достаточно дать намек на форму цветочка. И остановиться. Ни в коем случае не считать все. То есть не заниматься вышивкой крестиком. И все. Вот на этом, пожалуй, сейчас займемся большими... Таня, у тебя 133 цветочка. Ну-ка, еще один дорисуй-ка. Поздно. Переходим. Он еще не распустился, ладно. Там затерялся. Переходим к большим массам. Я надеюсь, чуть-чуть подсохло. Цветочками я занималась только потому, что я ждала, когда подсохнет. Подсохнет вот эта плоскость. То есть она мне нужна, чтобы она не совсем высохла, а подсохла. Чтобы я сюда могла ввести и синий, и немножко зеленого. И пропустить вот эти вот усики удаляющегося плана за ним. Может быть, чуть-чуть синий. И в то же время напоминать, что это все-таки зеленая масса. А не синее облако. Очень хочется бумагой регулировать количество воды на кисточке. Потому что тут очень тонкая грань. Между темным и светлым. И чем нежнее переход, тем больше шансов. Шансов, чтобы перспектива получилась верной по удалению горы от нас. И в то же время оно светлое. Потому что дальше пойдут елки, которые гораздо плотнее. Поэтому нижнюю часть я облегчаю и практически-практически вывожу в нейтральный тон, который был впереди. Так, следующее. Вот жалко нет фена. Тут только доверять солнышку и ветру, который сейчас немножко высушит бумагу. И начинаю рисовать там, где уже слегка подсунут. Пока я занималась горой травкой, сейчас я немножко повымакиваю. Чуть-чуть лимонного. Выбираю маленький цвет. Сейчас немножко дам кусочки неба. Облака. Вот поймала немножко облаков. Потом вода сама по-своему распорядится. Где облака, где небо что-то зальет. Можно немножко-немножко бумагой подсушить. Какие-то белые места. Облака это всегда непредсказуемо. Как вода прореагирует с пигментом, такие облака и получатся. И спорить с ними бесполезно. Сейчас... Сейчас приступаем к зеленой массе. Присовать елки. Елки, которые на даймном пламе. Они чуть-чуть синеватые. Я добавляю немножко ультрамарина. И рисуем тоненькие бабушки елок. Которые глаза переходят в другие бабушки елок. Они подесли до шизу. Синих. Синих. Далее, скажем. Елки вдалеке становятся слабо, зеленовато, синевато, исчезающие. А средние будут сейчас потеплее. Гораздо теплее. Чтобы их сделать теплее, я добавляю какой-нибудь желтый, поярче. И опять же плотнее. Мне намного теплее. Значит, надо лимонного позвонча. Они будут здесь более детальные. Поэтому можно давать свет, тень. Я такими штришками рисую. Потом в них добавлю синий тень. То есть, чем ближе елочка к нам, тем детальнее она будет проработана. Чем больше будет вышивки крестиком. Это про вышивку. Сейчас можно желтой травкой подъединить. И позаботиться о верхнем тень. Оба-на, животное. Ну да, ревшок-помощник. Без него травку проверили. Без труда гулика муравья. Цвесточки тут у нас, конечно. Травка зелененькая, свеженькая, сочная. Только-только вот. Испеченная. Ммм, ням-ням, как все вкусненько. Ничего, сейчас они быстро разберутся, что моя жизнь безходяется. И убегут. О, уже убежали. Наели светло. Так, конечно, можно работать над этими мелочами. Но это уже будет перегрузка. Я вот жду, когда чуть-чуть подсохнет, чтобы нарисовать эти плотные елки, которые держат в позиции такой бы темный акцент. И через него уже можно сравнить, что все остальное очень светлое. Сейчас рисуем темные елочки. Которые подчеркнули, что у нас есть темные елочки. Сейчас сыщи. Хорошая влажность бумаги с одной стороны и объединяет и не дает расползаться очень сильно краски. Я рисую общую хвойную массу и в то же время оставляю пробелы, чтобы просвечивались другие слои зеленые, голубые, чтобы елочка больше выглядела как бы на просвет. Намечу в полке. Маленькую, здесь чуть-чуть. Среднюю. Елки рисовать очень просто, если правильная влажность бумаги. Я люблю плоской кисточкой, чтобы можно было веточку наметить и мазком соединить одну елочку с другой. Спасибо. 1988 с шеем с шеем с шеем и шеем с шеем с шеем океана, чем с шеем недавно. потому что там на расстоянии они достаточно теплые вот сейчас я вернусь к горе и немножечко поймаю то, что случайно затекло я не контролировала то есть я просто положу массу горы которая не под снегом какие-то мелкие-мелкие детали добавлю чтобы было понятно где заканчивается гора а где уже начинается облако маленькие-маленькие фрагменты может быть они не очень существенные но они дадут небольшой объем горе все-таки главная у нас гора вся песня о ней и Субтитры сделал DimaTorzok Ну, для скетча, пожалуй, и всё. Можно остановиться. А то это уже будет похоже на картину, если продолжить дальше. Всё, останавливаемся. У нас опять гости. Вот он, восходительный райнир. Ага, куда ты пошёл?